Субтитры делал DimaTorzok И мы продолжаем проходить Grand Tourism 3A Spec для второй PlayStation В прошлой серии мы с вами вот на этом, красавцы, прошли чемпионат Red Emblem Собственно говоря, чемпионат Skyline по сути Вот прошли быстро, просто как пуля Или как гоночный болид Ну а в этой серии давайте с вами тоже возьмем машину, на которой мы уже гоняли И собственно говоря, чемпионат, в который ни на чем боли не зайдешь Кроме как на вот этой Алтеске Так, сейчас она у нас естественно тоже прокаченная Вот, но сейчас посмотрим, что у нас вообще куплено на нее Так, давайте тоже сначала масло поменяем Дабы немножечко халявных лошадей получить Хотя мы тоже меняли на ней, но вдруг она уже пригорела Ну вот Так И сейчас посмотрим Меня знаете что, меня больше всего интересует Легкость ее вот Так, первая стадия куплена Ладно И покрышки Ох ты, е-мое У нас, короче, куплено оказывается спортивной, да Нет, они нас, конечно же, не устроят Они не будут должным образом держать Давайте возьмем Хорошо так проверенные медиумы Так Ну и зайдем еще Вот сюда посмотрим, что тут есть Ага, куплено 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 Не куплено Ну и ладно Пока ничего больше брать не будем Попробуем Свои силы в чемпионате Если будем сливаться То тогда, естественно, выйдем и Выйдем и зайдем снова В СТОшечку И затаримся новыми детальками Так, где у нас, где, где, где Вот Алтеза Чемпиншип Пять трасс, да Лицензия класса А, как мы видим Нужна Так, 10 тысяч За гонку И что-то там еще за чемпионат Ладно Будет хорошо, если нам ничего больше не надо Будет еще баблище подкопим Так Трассы у нас Дип Форест СТР-11 Гранд Волей Токио И Монако Ну нормально Нормально Нету Сиэтла Хорошо Что, погнали Посмотрим На Дип Форесте Как мы будем смотреться Как ни странно Все Алтезы Поехали Так Ну и что же мы имеем О, пять кругов здесь Ничего себе Ох, как Не знаю То ли после скайлайна То ли что Кажется, как-то она Тяжко заправляется Повороты Так, пацаны Разбрелись Быстро На первый, второй Рассчитайся Вторые номера Направо Первый налево Ай Ну Хрен его знает Какие-то двоякие Ощущения Вроде бы Сильно не сливаем Но что-то Что-то, по-моему Не хватает Как-то Не нравится мне Как она В поворотах едет Как мы еще На спортивных Покрышках-то Ездили Наверное Надо все-таки Еще и мощности Немножко добавить Ай-яй-яй-яй Что ж такое-то Очень странно Чувалин Что-то она какая-то Жирная Я не знаю Ой Что-то Херня какая-то Вообще В повороты Не хочет Заезжать Еще вот Это такое Несет Что-то Как-то Блин Может я и вторую Стадию Облегчения Купить Вроде не сказать Что По мощности Мы что-то Сильно Сливаем Но вот В поворотах Мне совсем Не нравится Как она Едет Ладно Доедем Уже До конца Но надо С этим Что-то Делать Что Мне вообще Не нравится Очень стрёмно Прямо Заезд Полное Говно Да Самое Интересное Что Толком Непонятно В чем Хрень То Вообще Не Ну Явно Мне не нравится Как она Управляется Плохо Прям Плохо Нету Какой-то Легкости В управлении Ну Вроде Чуть Догнали Вот Сейчас Но Это Такое За победу Уже Явно Не побороться Само Собой Да Что Ты Блин Ну Надо Блин Хоть Кого-то Уделать Ёлки Палки Че За Хрень То Вообще Шестыми Финишировать Че Что с тобой Алтеза Мать Твою Кто-то Попортил ее Пока она в гараже Стояла Долго Блин Как она Тормозит Мне тоже Кстати Не нравится Долго Тормозит Тормоза Плохие Тормозит 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 Это как знаете Просто Ну не знаю Баланс Вот у машины Нету Толком вроде Не скажешь Че Просто Какая-то Расхлябанная Может я просто Не собран Капец Последний Еще Не совсем Вкатился Или че Хрен его Знаем Ладно Давайте Короче Попытаемся Ситуацию Улучшить Все-таки Ой Так Ну нам Хоть что-то Дадут За этот Ужас Вообще Ничего Не дали Ну и Ладно Так Хрен его Знать Давайте Облегчим На вторую Стадию Облегчим Чем Да На вторую Стадию Так Че Еще Можно Сделать Покрышки Мы Взяли Так Тут У нас Все Есть Кроме Коробки Тормоза Тормоза Прикупить Давайте Да И спортивные Тормоза Поставим Можно Будет Попозже Тормозить Так Эффективнее Че У нас Тут Все Куплено О У нее Третья Стадия Есть Ой Всего 40 Лошадей Вообще Слабо Абсолютно Так Турбина Естественно А и турбина Есть У нас Даже Первая Стадия Куплена Круто А ну Турбина Да Поболя Наращивает Ладно Мощность Давайте Трогать Не будем Тогда Пока В принципе Насчет Мощности Я Ну так Вполне Доволен Так Так Ну что После Небольшого Апгрейда Вторая Попытка Сейчас Посмотрим Блин Можешь Я сам Просто Не вкатился Хрен Узнать Что Так Погнали Но Ощущение Некой Тяжести Было Инертности Так Главное Не натупить Сейчас Блин На первом Круге Всю Гонку Их Догонять Что-то Как-то Не хочется Так Как-то Вроде Получше Стало Ладно Надо Надо Поехать Парочку Кругов Чтоб Понять У нас Такая Сейчас Чемпионат Но В то же Время Еще и Тесты Ну да Правильно в принципе что я не стал мощность наращивать С мощностью проблем нету На равных мы с ними Но вот Проблемы С устойчивостью явно были Не Ну так Лучше Нет Все равно Лучше Лучше Прям Сейчас Уже Понять Можно Что Нету Таких Больших Заносов Или Точнее Сносов Да и тормозить оно стало лучше А Начал тормозить Как Прошлые попытки Можно Сейчас И позже На таких Вот Сильных торможениях Заметно Прям Прям Ой-ой-ой-ой Вот Вот Сразу Подползла Подползла Так Тут еще надо Следить за Тем Кто у нас тут будет Основным соперником Это у нас чемпионат Играть будем В долгую Ай-яй-яй-яй Сейчас еще ближе Подъедет Так Белый с красным Там прям Плотничком Пока Белый Держится Хорошо Если В принципе Не тупить То Можно Достаточно Легко Их удерживать Позади Но не тупить Сложно Хе-хе Ах Блин Одного не пойму Че они тут Пять кругов-то Опанули Аж Спать Захотелось Не такой уж Вроде Серьезный Чемпионат Что Так Тут Много Кругов Накручивать Красный Красный Там К атаке Приготовился Так Все Последний Круг Ай-яй-яй Спокуха У меня все время Почему-то на последнем Круге Начинает Это Мандраж Появляться Может 성и Всю гонку Могу ехать Нормально А последний Круг Особенно Потный о ты блин вообще вовремя скотина подъехал сердцебиение увеличивается все обеда так белый финишировал все-таки вторым что такое чешется так ладненько значит у нас пока белый белый-красный будем за ними пристально следить так вот десяточка чем этом тормоза отбили так тут же 5 гонок да хорошо бы их все выиграть конечно же прям по максимуму деньжатами запастись но я все равно думаю что такие времена совсем жесткие у нас пройдены потому что сейчас призовых уже дают принципе гораздо больше а часть машин так как мы используем уже наполовину прокачан кто сейчас будет нормально так и р-11 совсем недавно мы с вами по ней ездили до так красный вырвался вперед нормально ой блин вот это да ой-ой-ой-ой спасибо спасибо поддали поджопника так а белый что-то вообще провалился серебрист какой-то тут вылез так красного нельзя отпускать тихо блин медленных поворотах несет как-никак задний привод так серебристый слушая давайте еще и красного уделаешь а было бы неплохо так сейчас я сам тупо ну нефиг было так поздно тормозить так хорошо хорошо серебристый там прям прицепился к красному главное нам еще и догнать при этом что-то поиметь с этого выгоду нехорошо нехорошо ой как они тут быстрые ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй не развернуться блин ой плохо а тут четыре круга всего смотрите к чё тут не по кругам а по дистанции что ли меряют р-11 конечно длиннющая трасса не чита дип фореста я прям весь в гонке ну реально такая достаточно напряженная гонка требует погружение концентрации большой место вот это красивая так серебрист это прошел красным хорошо надо нам еще теперь его пройти но вторая часть трассы что-то это них лучше получается тихо-тихо-тихо-тихо-тихо тихо-тихо об а дрифти так вроде стабилизировали так отрывчик а то я уже запереживал честное слово два круга осталось так что еще можно побороться главное не тупить ох ты красный опять вышел вперед не разочаровывай меня серебряный о тихо-тихо-тихо-тихо Вы меня извините, что я действительно большую часть времени молчу, но серьезно, гонка очень напряженная, прям требует концентрации, прям предельной. У меня сейчас прям весь там. Ох ты, блин. Да что ты? Давай вместе красного догонять, что ты мне тут устраиваешь-то, а? О, еще и те догнали, блин. Блин, 3-3 плохо. Так, последний рубеж, последний круг. Последняя попытка. Спекся серебристый, вот сволочь, а. Этч. 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 По бортикам он вроде бьется так, да? Частенько я смотрю. Блин, все равно. Отъезжает здесь. Тихо, 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 тихо. Все тут дрифтят, все дрифтят. Медленные очень повороты. Эх, не удалось. Вот сейчас мы очень близко к нему подобрались. Даже, в принципе, вторую часть трассы прошли достаточно хорошо. Ай, даже накатываем сейчас. Вот еще бы кружочек. И мы бы его, конечно, одолели. Две десятых. Зато борьба была. Так, ладно. У нас-то основной соперник был Беляк. Поэтому было четыре очка отрыва. Сейчас, по идее, где-то так же и останется, наверное, да? А, нет. Даже сократил. Собака два стала, да? Ладно. Борьба накаляется. Пять тыш. Ну ладно, хоть пять. Так, а что у нас там следующее? Что-то я не помню. Р-11. Р-246. Или Гранд Волли. Ага, Гранд Волли. Четыре круга тоже. Ну что, на Гранд Волли надо побиться, побороться будет. Погнали. Шо? Шо? Прям. Азарт, азарт. Черт возьми. Так, красный, красный. Однозначно надо красного косячить. Ну, желтяк, дай дороги. Ну что, чувачок. Давай-ка выясни, кто из нас кто. А, видал? Блин, не, ну красного бы закосячить, конечно, закосячить. Было бы очень недурно. Да, кстати, мне там... В комментариях настоятельно просто рекомендуют пройти тайм-триал или тайм-атак. В общем, в аркаде. Дабы там заработать какую-то машину. Понос. Ну, я как бы знаю, что это за машина. Понос эсперанты. Но я вот что-то не совсем пойму. Как так? Машина, заработанная в аркаде, что у нас будет доступна и в карьере, что ли? Что мне это... С трудом в это верится. В принципе, до этого в Гранд Туризма не наблюдалось такого. То есть, машины, заработанные в карьере, да, в аркаде ты можешь катать. А вот чтобы наоборот, я такого что-то не припомню. То есть, я сегодня специально зашел в магазин, посмотрел на этот понос. Ой, жесть. Название, конечно, придумали. Америкосы такие смешные. Знали бы они, как они машину называют. В России, в общем, маркетинговая их политика бы не прокатила. С этой тачкой. В общем, ладно. Короче, ее можно купить за 2 ляма в самой игре. В магазине. То есть, она не какая-то там недоступная. Поэтому... Странно, если это действительно так, что пройдя, да еще и не просто аркаду, а тайм-атак. Можно заработать машину в аркаде, на которой ты впоследствии можешь ездить и в карьере. Ну ладно, раз говорить и так, может быть, оно так и есть. Я не говорю, что я обязательно прям пойду и буду ее зарабатывать. Но чисто так, для сведения, интересно достаточно. Потому что, как вы, наверное, уже заметили, аркаду я вообще не трогаю в своих прохождениях. Ну потому что, как бы, гран-туризм, они про это. Аркада это так уж совсем для тех, кто даже не хочет в симулятор играть, лишь бы пофаниться там так. На двоих еще и с друганом там на одном экране. А так, как бы, ну, ну, нет. Хотя, в первой части я, по-моему, даже проходил аркаду. Прям все трассы, машины зарабатывал. Там она не такая большая, режим аркады его, в принципе. Не так долго, не так много надо времени, чтобы пройти. А здесь принцип, в принципе, тот же остался, что и в первой части. Просто ее тут расширили. Ну, расширили режим аркады, в принципе, еще во второй части. Ну и здесь он тоже достаточно большой. А если еще и тайм-триал, тайм-атак добавили. Ну, что за него тоже что-то дают. Тут вообще надо упарываться. Ну и как бы особого смысла вроде нету в этом. Так что не ждите. Прохождение аркады не будет точно. Так, ну на Гранд Воле мы достаточно просто от них отъехали. Ну, блин, мне не нравится то, что красный едет-то. Тары. Очень мне это не нравится. Ну, ладно. Борьба, значит, будет далее более интересной. Уж подтормаживаться специально и... Косячить его я не буду, естественно. Спокойненько, спокойненько в размеренном темпе доведем гонку до победы. Я помню в пятой части... А, или нет, нет, в шестой. В шестой части Гранд Туризма вот эта Алтеза. Ну, правда, не эта, а ЭЛМ Эдишн Алтеза. Она там прям читерской тачкой была. Потому что... Там замут с ценой был И обычно в шестой части Все тачки, которые там LM Edition Все уже прокачаны, гоночные Они у них цена Ну там От полумиллиона и выше А то и к миллиону ближе А она стоила всего лишь Что-то До какого-то из патчей Она стоила Очень мало Там что-то 1080 что ли Ну то есть как обычная машина Что-то видать бак какой-то Или что был И поэтому реально можно было Прямо в начале игры После покупки первого Фита, который тебя заставляет купить Поездить немножко Накопить денег И просто читерский машину Купить вот эту вот Сами представляете В начале карьеры как бы Иметь LM Edition тачку То есть Рвешь там вообще всех подряд А управляемость у нее шикарная Вот поэтому Реально имба такая А потом пофиксили эту фишку Блин Мне о ней кстати Карифан сказал И сам ее нашел Вот и Потом она стала Ну правда потом тоже Цену не сильно Повысили там Что-то на 200 тысяч Стало стоить Ну хотя бы Вот такие дела Так что Прикольный такой Финт был Так Ладно Красный У нас Так вторым и есть Блин 6 очков Отстает Вот что самое приятное 10 тысяч Это хорошо Так ну что же Следующий у нас Рим Будет И за Рим Я немножечко Переживаю Никогда не знаешь Чего от него ожидать Да Да господи Что я все время Почему я стал Токио Мать его Называть Римом Новый Рим Токио Это Новый Рим Блин Я же уже В каких-то сериях Называл его Да Римом Меня там даже Исправляли Ну ладно У нас тут На Востоке Свой Рим Короче Блин Опять Красный Лидирует Черт Эй Красный Давайте Его там Вдвоем Вдвоем Прессуйте Надо Очковый Задел Делать Иначе Будет Тяжко Я Что-то Забыл Какая Там Последняя Трасса Ох Ё-моё Вы Че Здесь Такие Быстрые Ребята Блин Мне это Не нравится Воу Воу Тихо Че Случилось То Вас че Блин Прокачали Что-ли Че За ерунда Как Так Давай 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 ЛТСК Давай Блин Такое впечатление Что они Мощнее стали Но Это все Дело Блин В Токийской Трассе Не зря Я ее Недолюбливаю Че Толком Не знал Где Начинать Тормозить В Этих Условиях Это Прям Вообще Будет Плохо Так И Финишируем Толком Толком Так Толком наоборот блин на второй части трассы чуть-чуть накатываю а потом отстаю блин напряжёнка давайте ребята вдвоём его там дрючьте давайте я уже за них болею а блин засмотрелся за их борьбой твою мать я так они не смогли его пройти неутешающие цифры совсем блин давай алтеска надо найти где-то ресурсы дополнительные блин они еще собаки тут там плотником втроем давайте хоть чтобы от вас польза была вы его там пройдите что ли елки-палки так совсем плохо столько очков сейчас откусите так желтый по ходу отваливается той группы надо его скушивать мухи блин шлем залетают а Продолжение следует... Кошмарики, вообще вровень едем. Убери свою толстую жопу отсюда, желтый. Ох, так, и к этим двум, в принципе, подобрались чуть-чуть. Они напрямую, кстати, маленько отъезжают, все равно почему-то. Видимо, на самых последних передачах они все-таки крутятся быстрее. Раскручиваются. Ай-яй-яй-яй-яй, плохо, плохо. Вообще плохо. Еще и желтяка подпустил. Пошел вон. По внешней накатывает. Да ты чё, охренел? Пацан. Да, все. Были у меня надежды, что все-таки получится их достать сейчас, но нет. Ай-яй-яй, сейчас бы еще этого не пропустить. Ой-ёй-ёй, вот это да, это кошмар. Все. Все, что непосильным трудом нажито. Это ж надо, блин, слиться. Блин, у нас шанс-то останется там хоть побороться. Так, шесть очков. Мэй-2. Берем он восемь и тырвет на два очка будет впереди, да? Фу, блин. Трындец просто. Какой слив, а? Так бы впереди хоть были. А, нет, впереди так бы было поровну очков. Хотя, да, особой разницы нету, поровну или впереди. А-а-а-а, ё-моё. Никчемный этот белый, вообще никчемный, абсолютно. Вау. Так, а, ну да, все правильно. Я такой смотрю, какой-то синий еще. Еще и синий прошел, ну. Так, два очка впереди. Скотина, а. Так, а что за последняя-то трасса? Все от трассы еще зависит. Если там что-то такое палевное, то и шансов-то нет. Блин, ну. Третьим тут, прям, о, Монако. Че-то я вообще не знаю. Че от Монако ожидать? Это прям жопа какая-то. Тут как можно выиграть с большим преимуществом, так и слить нахрен вообще всем. Ну ладно, че. Бьемся. А че еще остается, да? Офигеть. Что я не ожидал, что с Алтезой такой чемпионат получится. Насыщенный. Так, красный упырь, а. Вот она цель. Пошел вон, урод. О, желтяк, отлично. О, красный вообще слился вон туда. Ну и едь там. Чтоб у тебя вообще колеса поотваливались. Да, ты куда? Че тебя так сносит? Асфальт вообще не абразивный ни разу, да? Ага. О, сейчас еще не развернуться бы. Ты че творишь, а? Слизняк. Че, блин, че-че-че происходит? О, блин, красный уже вышел на второе место, да? Почему он настолько быстрее-то, а? Типа Феррари. Ресурсов много, да? Все равны, но кто-то ровнее. А, нет, третий. Хорошо. Так, ладно, хрен с ними вообще, на самом деле. Главное выигрывать. При любых раскладах победа нам дает выигрыш в чемпионате. Поэтому пока мы лидируем, пока все хорошо. Есть даже небольшой задел от желтяка. Поэтому... Да куда тебя несет-то, блин? Да уж, в Монако ездить, считай, на обычных дорожных машинах в гоночном темпе-то самоубийство какое-то. Мазохизм, вот. На такой машине этот подъем, кажется, бесконечным. Формулы его тут пролетают, блин, за 3 секунды. Семь кругов, да вы че, екнулись? Какие семь кругов я за две минуты проезжаю? Вы че? А, ну круг короткий, да? То, что... Да, тут они, видать, в этом чемпионате прям по дистанции. Круг-то короткий, но очень медленный. Семь кругов. 15 минут только гонка займет. Последняя. У меня нервов не хватит на эту гонку. Так, ну хорошо, что хоть это... Держим их на расстоянии, потому что если бы тут еще была плотная борьба, я вообще тут помер бы нафиг. Да, спокуха. Ужас просто, ужас. На такой машине, по такой узкой, медленной трассе. Кошмар просто какой-то. 1,53. Ого. Какой там у нас рекорд в F1? Сейчас. Где-то в районе 1,12, наверное. Или 1... А, 1,11 даже, по-моему, полу. Был. С копейками. Капец. Без малого, медленней. На минуту. Идем. На 50 секунд. Ну ладно, на 40. Тут, я говорю, тут, блин, даже если лидируем, тут просто ехать в темпе в Монако, это уже, блин, борьба такая нехилая. Говорюсь, еще тут... С ними бороться одновременно, блин. Тут, я не знаю, я бы в стратосферу бы улетел уже. Тихо, блин. То, блин. Ух, так. Так, очередной адский круг закончен. Кстати, они нехилые. Так, смотрю, даже по карте вон уже отстали. Э, это приятно. Задел есть. Хотя поначалу что-то так не казалось. Запинали просто зверюги. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. У меня эта шикана, конечно, убивает, как они ее сделали. Просто я уже говорил об этом, но, блин, все равно. Бетоном взяли просто зашлифовали ее. Машмар. Где логика? Ну, тогда, видимо, еще у полифоников не было бзика на реалистичности в плане безопасности. Там безопасности, трасс. Ну, так, если подумать, да? Шикана сразу. Вот там, я не знаю, сколько там, ну, на реальный размер, если перевести, там, наверное, сантиметров сорок, поребрик кончается. И тут же просто бетонный такой забор стоит на тебе, чтобы никто вообще не связал. А если только попробуешь, то все, сразу смерть. Еще, ну, как бы, на верочку, так, чтобы совсем точно уже никто не срезал. Можно было только, я не знаю, еще что, какие-нибудь огнеметы поставить еще. Чтобы они просто сжигали тех, кто тут касается, не знаю, поребрика внутренней части. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо шалить. Ребята, да по современным меркам мы им просто целую вечность везем. 13 секунд в Монако. Так, е-мое, еще два круга, да вы, блин, охренели. Так, туда будем, я не знаю, что, стараться время улучшать. Для этого вроде получалось на каждом круге. Сейчас что-то... Прокосячил. Да, начинаешь прибавлять, все, начинает машину водить. Раньше на газ нажимаешь. В общем, в случае чего за Монако можно тогда не переживать. Мы тут быстрее, чем они. Монако. Капец. Я говорю, вот едем, лидируем с таким отрывом, а все равно в Монако нужна прям концентрация космическая. Правильно, как в принципе... Ай, настоящие пилоты говорят, что, мол, в Монако даже не так страшно машину загнать, как расслабиться. Чуть расслабился, все, улетел. 20 секунд! Огонь вообще, прям крутяк. Ай-яй-яй-яй-яй. Эх, закосячил попыточку. Тихо-то, тихо ты, блин, с той ямба. Думал, получится, может, из одной пятидесяти выйти, но нет. Ху-у-у-у! А-а-а! 7 кругов по Монако, ой, жесть. Ху-у-у! а лошара это тоже слился короче 4 нормально на верочку прям победили победили блин а то после гонки в этом риме токио я прям запереживал так чё в итоге у нас пять очков солидные достаточно перевес пойдет так 10 тысяч еще одни чё нам дадут за чемпионат ну наверно двадцатку и машину самое главное чушь они за тачку надо не уж талтезу блин еще одну тридцатка даже ой пойдет пойдет смотрите уже почти 250 тысяч нас никогда таких денег не было приятно приятно эти кубок такой уже был повторяйтесь господа у ладно смотрим что за машина или несколько машин чайзер что ли прикольно кстати нет сейчас вот на x жал и нифига не сработало там где я нажал ту машину не дали что должны были тогда дать вот которая тут справа была с краю справа с краю ну чайзер чайзер так-то сама по себе классная тачка но я не совсем понимаю где ее использовать но это же вопрос другой пойдет пойдет чайзерович было конечно лучше он был лэм эдишен так смотрите как первый первый второй первый пятый и снова первый да не напряженный напряженный был чемпионат еще в возьми прям до последнего было ясно вы даже не лидировали е-мое перед последней гонкой так чайзерович да хрен его знает да его особо использовать тоже нет я думал может в эфира кого нам это эфир уже проехали это тоже восьмидесятые проехали в таких серьезных чемпионатах тут уже надо прокаченные машины то есть гоночные использовать вот а вот japanese gt кар чемпионат может быть здесь его можно будет поиспользовать но я не уверен что он здесь затащит принципе тут уже тоже наверное зверский чемпионат тут какие-нибудь супры уже наверное и нс иксы гоняют гоночные класса gt собственно говоря ладно все на этом давайте закругляться в следующей серии мы наверно с вами вот этот чемпионатик проедем но это не чемпионат это отдельные гонки stars and stripes тут я кстати сюда уже заходил так пробовал тут один товарищ такой ездит наглый засранец что с ним будет очень непросто справиться так ну чё алтеска затащила хотя изначально что-то я не очень ей был доволен но в итоге в принципе нормалек о 303 лошади это это чё это это блин это смена масла нам дала до дополнительные силы хорошо ну что же надеюсь что вам понравилась эта серия борьба была плотной мне самому прям очень понравилось прям такие такая напряжёнка было особенно там первых трассах прям шикардосик получилось по моему нормально я даже почти молчал в начале вот такого напрягу ну что же на этом давайте прощаться с вами был как всегда скудер канал ни слова об играх прохождение гран туризма 3 до продолжается все всем пока пока надеюсь увидимся в следующих сериях я пока ваган